Здравствуйте! Это программа о здоровье. Мы снова будем говорить с вами о том, как сохранить здоровье и как предупредить серьезные заболевания. Ведь жизнь дается человеку лишь раз, а шанс вернуть здоровье есть всегда. В шахте получился шланг высокого давления, взорвался, и мне мелкими частицами породы, посекло лицо и глаза. Мы оперируем практически все заболевания глаз. Это заболевания роговицы после травм. Этот аппарат удобен тем, что в нем сочетается несколько физических факторов. Используется ультразвук, используется антисептик. Один из подвидов болевого плача – это плач призывный. Вот посмотрите на этого ребеночка. Он как бы призывает к себе маму. Наши глаза – это основной орган чувств, который позволяет воспринимать мир таким, каким мы его видим. 90% информации мы получаем через глаза. К сожалению, с возрастом зрение может ухудшаться или при развитии различных заболеваний. В каких случаях врачи научились восстанавливать зрение? А в каких случаях нужно срочно обращаться к офтальмологу? Не вижу просто сейчас. А так вот уже бы я вижу. В шахте получился шланг высокого давления взорвался, и мне мелкими частицами породы, посекло лицо и глаза. Левый глаз восстановился, а вот правый глаз видел только руку возле яйца, и то мутное в виде. Семь месяцев назад Владимиру сделали первую операцию. Сначала начал видеть свою руку, и это уже было большой победой. Сейчас уверенно читает верхнюю строчку в таблице. Впереди предстоит второе таб лечения, но врачи обещают, что потом даже газеты сможет читать. Каждый месяц в офтальмологическом отделении Челябинской областной больницы проходит по 400 операций. В основном пациенты непростые, с тяжелыми патологиями органов зрения, которые сопровождаются сахарным диабетом, сердечными болезнями. Только здесь есть необходимое оборудование для пересадки роговицы и собственный банк биотрансплантантов. Мы оперируем практически все заболевания глаз. Это в большей степени катаракта, это глоукома, это патология заднего сегмента, то есть отслойка сетчатки, различные сосудистые поражения сетчатки. Это заболевания роговицы после травм, после различных воспалительных заболеваний роговицы. Самое распространенное заболевание среди пожилых людей – катаракта. Зрение затуманивается, и человек смотрит на мир, как сквозь падающую воду. Помутневший хрусталик хирурги заменяют искусственной линзой. Хирургическое лечение глоукомы чаще всего используют при отсутствии эффекта от консервативного и лазерного лечения. Врачи отмечают, что мы начинаем более внимательно относиться к своим глазам. Еще 10 лет назад большинство пациентов обращались в отделение фактически со слепотой, хотя и потерявшим зрение не отказывают с помощью. При обратимости по те зрения, когда пациент приезжает и не видит в результате того, что у него полностью помутной хрусталик, тогда он просто прозревает после нашей операции, мы заменяем ему мутный хрусталик, и он начинает видеть уже первый день после операции. То же самое можно сказать и по заболеваниям роговицы. Когда мы проводим операцию, после этого пациент уже первые 2 суток начинает видеть, хотя до этого у него было очень низкое зрение в ходе движения руки. Конечно, в арсенале офтальмологов сегодня есть самые современные методики лечения, и за операционным столом врачи творят чудеса. Но наша задача не затягивать с походом к врачу при появлении малейших симптомов, и не забывать про профилактические осмотры, а после 40 ежегодно в плановом порядке измерять внутриглазное давление. Наши глаза – это сложный механизм, который изнашивается с возрастом. Если вы заметили снижение зрения, то, конечно же, нужно обязательно обратиться к врачу. Это может быть просто появление тумана перед глазом, которое может говорить о начале развития катаракты. Либо это может быть патология сетчатки, и тогда вы можете заметить искривление линий. Появление пятна перед глазом, возможно, вспышки света в темноте. Это говорит о том, что повреждён, скорее всего, уже глубокие части глаза, и обязательно надо обратиться к врачу, провести первичный осмотр, а в дальнейшем доктор назначит обследование, диагностику сетчатки. Итак, берегите свои глаза. Помните, что при ранней диагностике заболевания врачи могут сохранить зрение даже без операции, а наш мир стоит того, чтобы видеть все его краски. Польза растительного масла очевидна. Поклонники здорового питания знают об этом. Растительное масло содержит ненасыщенные жирные кислоты, является основным источником жирорастворимых витаминов Е, Ф. Конечно, вкусы у всех разные, поэтому на кухне могут быть разные виды растительных масел. Какие виды содержат какие витамины, какие больше, какие меньше? Узнаем это с вами в рубрике «Жизнь с диабетом». Уважаемые друзья, сегодня мы поговорим с вами о пользе растительных масел. Для всех, а не только для людей с диабетом. Природа очень разнообразна и даёт нам очень много полезных продуктов питания, которые мы в настоящее время не полностью используем. Я рекомендую вам обратить внимание на пользу растительных масел, которые существует большой ассортимент, и каждая по-своему чем-то полезна. Льняное масло – отличный источник полиненасыщенных жирных кислот класса омега-3 и омега-6, которые наш организм не может вырабатывать самостоятельно. Повышает эластичность сосудов, снижает вязкость крови и уровень холестерина. Кунжутное масло обладает сильными антиоксидантными свойствами. Масло грецкого ореха нормализует работу щитовидной железы. Кедровое масло по количеству витаминов и минералов может заменить любое другое. Оно обладает выраженным лечебным действием, помогает в лечении от трахеитов, ларингитов и респираторных инфекций. А смесь ядрового масла с живицей позволит вам значительно ускорить метаболический процесс на клеточном уровне, что, конечно же, позволит повысить вам иммунитет. Специалисты рекомендуют употреблять растительное масло 1 чайная ложка в день, во время еды, либо до еды. Ну и традиционно защитите свою семью, предупредите диабет. На фоне вирусной инфекции нас организм ослабевает и очень часто присоединяется бактериальная инфекция. И вот здесь как раз уже будут нужны и антибиотики, которые должен назначить врач. Этот аппарат удобен тем, что в нём сочетается несколько физических факторов. Используется ультразвук, используется антисептик. Один из подвигов болевого плача – это плач призывный. Вот посмотрите на этого ребёночка. Он как бы призывает к себе маму. Неприятное заболевание с приятным названием танзелит знакомо многим. Нет температуры, но горло болит долго и мучительно. Бывает так, что человек переболеет раз танзелитом, а потом страдает и мучается от него годами. И заболевание может принимать хронический характер. Вот что это за недуг? Какие его причины? И как можно его вылечить? Хронический танзелит – это заболевание, связанное с иммунной системой очень сильно. И миндалины, наши нёбные, они представляют собой периферический отдел иммунной системы. Сама по себе миндалина, она в виде грибочка, который растёт снизу вверх. И снизу как раз подходят все сосуды и нервы, которые питают эту миндальну. Сверху миндалина покрыта капсулой. Внутри имеются лакуны, отверстия и своеобразные трубочки, которые соединяются все между собой и формируют ходы внутри миндалины. В эти ходы в норме попадают фрагменты пищи и инфекция, которая с этой пищей приходит. Эту инфекцию организм изучает через иммунную систему и вырабатывает на неё ответ иммунный, то есть клетки, которые борются с этой инфекцией достаточно успешно. При хроническом танзелите этот процесс нарушается. То есть нарушается эвакуация из лакун остатков пищи, нарушается изучение этой инфекции и меняется эпителий внутри. И за счёт этого получается ситуация, когда инфекция остаётся внутри миндалина. Она поддерживает хроническое воспаление. Это хроническое воспаление вызывает изменения, которые мы видим при осмотре. Хронический танзелит – это очаг инфекции, которая подтачивает силы организма и может распространяться на другие органы. Поэтому танзелит обязательно нужно лечить. Как правило, лечение танзелита – целый комплекс процедур и курс противовоспалительных препаратов и иммуномодуляторов и санация миндалин, то есть промывание лекарственными препаратами. Раньше это делали с помощью шприца, но сегодня существует множество способов, гораздо менее травматичных и более действенных. Среди них промывание миндалин аппаратом «Танзелор». Этот аппарат удобен тем, что в нём сочетается несколько физических факторов. Используется ультразвук, используется антисептик, который ультразвуком активируется. Используется механический момент, то есть промывание миндалин с помощью этого аппарата и одновременно озвучивание жидкости, которые миндалин промываются. И есть возможность провести фонофорез лекарства, которые нам необходимы для повышения местного иммунитета и мощного антибактериального действия. Итак, если у вас болит горло длительное время без температуры или боль, першение и сухость появляются при любом переохлаждении, обязательно нужно обращаться к лор-врачу, который проведёт обследование и назначит подходящее лечение. Самые типичные симптомы простуды и гриппа – это насморк, проблемы с горлом и повышение температуры. Последний симптом говорит о том, что заболевание не пустяковое и сразу переводит его в более тяжёлую форму. Как же вести себя, если у вас появился жар? Когда нужно принимать жаропонижающие? Часто говорят, что сбивать температуру не надо. Это защитная реакция организма на болезнь. В этом есть доля правды. Но такая защита часто бывает разрушительной. Если сильно выражена интоксикация, то есть всё тело разбито, голова болит, глаза не открываются, лучше принять жаропонижающие средства. Если это ребёнок, то два жаропонижающих препарата – это парацетамол и эбупрофен. Значит, когда нужно назначать жаропонижающий препарат? Когда температура выше 38. Обычно у нас наши мамы назначают при температуре 37,2. Это неправильное мнение. Почему? Потому что организм борется с температурой. Если же температура выше 38, ребёнку должны дать парацетамол или эбупрофен в зависимости от того, что у нас есть в аптечке. Мы дали препарат или тот и другой. Если в течение трёх дней температура не снижается, то маме нужно обратиться в обязательном порядке к врачу. Потому что могут быть какие-то другие причины повышения температуры. Сиропы, свечи, таблетки, порошки – лекарственные средства отличаются формой выпуска, и это очень удобно. Но выбирая форму лекарства, давайте вспомним о некоторых особенностях их применения. Эффект от таблеток и сиропов наступает быстрее – минут через 20-30 после приёма. Но сиропы и порошки часто содержат вкусовые добавки и ароматизаторы, которые могут вызвать аллергию. Эффект от свечей – снижение температуры – вы почувствуете лишь через 30-45 минут, но он продлится дольше. Кроме того, свечи гораздо удобнее ставить, если температура поднимается ночью или если заболевание сопровождается рвотой. Чаще всего причина повышения температуры – это вирусная инфекция. Если мы применяем у взрослых пациентов жаропонижающие препараты, обычно мы применяем по международному непатентованному наименованию это препарат парацетамол, это препарат ибупрофен, это препарат кетопрофен. Для взрослых можно в любой лекарственной форме. Однако не забывайте об очень серьёзном осложнении, которые бывают у препаратов с парацетамолом. Они могут вызывать гибель печени при передозировке. Дело в том, что лечебная доза парацетамола достаточно велика, а препарат входит в бесчисленное количество комплексных лекарств для лечения простуды и боли. Кроме этого, что нужно учитывать? У нас очень много комбинированных препаратов. Обычно в эти комбинированные препараты входят, это препараты от простуды, их обычно называют в аптеках, посетители приходят и говорят, дайте что-нибудь мне, какой-нибудь порошок от простуды. Там входит парацетамол, там входит обязательно аскорбиновая кислота, там входят какие-то сосудосуживающие препараты, и, допустим, туда входят, может быть, антигистаминные препараты. Их сегодня много. В принципе, они эффективны, то есть один порошочек заменяет пять других каких-то из разных групп. Но здесь мы должны что учитывать? Раз входит парацетамол, то мы ни в коем случае не должны с вами просто, как монопрепарат, применять парацетамол. Вот это вот нам в обязательном порядке мы должны учитывать. Если температура снижается недостаточно или поднимается снова гораздо раньше, экспериментировать не следует, нужно обратиться за помощью к специалисту. Обычно до трёх дней без похода, если же температура снижается, то всё нормально. Если же она становится даже на вторые сутки выше, то, наверное, здесь нужно обратиться к врачу. Почему? Потому что на фоне вирусной инфекции нас организм ослабевает и очень часто присоединяются бактериальные инфекции. Вот здесь как раз уже будут нужны и антибиотики, которые должен назначить врач. И, может быть, ещё что-то должен назначить врач, сделать рентгены и так далее. Не стоит увлекаться. У нас иногда население применяет жаропонижающие препараты до 10 дней. Если 3 дня температура не снижается, обязательно нужно вызвать врача. Радонный грязь и моя программа – это просто будет невероятный результат. Надо проводить это очищение. Это и печень очищается, это и почки разгружаются. Один из подвидов болевого плача – это плач призывный. Вот посмотрите на этого ребёночка. Он как бы призывает к себе маму. Здравствуйте! Это программа о здоровье. Мы снова будем говорить с вами о том, как сохранить здоровье и как предупредить серьёзные заболевания. Ведь жизнь даётся человеку лишь раз, а шанс вернуть здоровье есть всегда. В шахте получился шланг высокого давления взорвался, и мне мелкими частицами породы посекло лицо и глаза. Мы оперируем практически все заболевания глаз. Это заболевания роговицы после травм. Этот аппарат удобен тем, что в нём сочетается несколько физических факторов. Используется ультразвук, используется антисептик. Один из подвидов болевого плача – это плач призывный. Вот посмотрите на этого ребёночка. Он как бы призывает к себе маму. Наши глаза – это основной орган чувств, который позволяет воспринимать мир таким, каким мы его видим. 90% информации мы получаем через глаза. К сожалению, с возрастом зрение может ухудшаться или при развитии различных заболеваний. В каких случаях врачи научились восстанавливать зрение? А в каких случаях нужно срочно обращаться к офтальмологу? В шахте получился шланг высокого давления взорвался, и мне мелкими частицами породы посягло лицо и глаза. Левый глаз восстановился, а вот правый глаз видел только руку возле лица, и то мутное в виде. Семь месяцев назад Владимиру сделали первую операцию. Сначала начал видеть свою руку, и это уже было большой победой. Сейчас уверенно читает верхнюю строчку в таблице. Впереди предстоит второе таб лечения, но врачи обещают, что потом даже газеты сможет читать. Каждый месяц в офтальмологическом отделении Челябинской областной больницы проходит по 400 операций. В основном пациенты непростые, с тяжёлыми патологиями органов зрения, которые сопровождаются сахарным диабетом, сердечными болезнями. Только здесь есть необходимое оборудование для пересадки роговицы и собственный банк биотрансплантантов. Мы оперируем практически все заболевания глаз. Это в большей степени катаракта, это галкома, это патология заднего сегмента, то есть отслойка сетчатки, различные сосудистые поражения сетчатки. Это заболевания роговицы после травм, после различных воспалительных заболеваний роговицы. Самое распространённое заболевание среди пожилых людей – катаракта. Зрение затуманивается, и человек смотрит на мир, как сквозь падающую воду. Помутневший хрусталик хирурги заменяют искусственной линзой. Хирургическое лечение глоукомы чаще всего используют при отсутствии эффекта от консервативного и лазерного лечения. Врачи отмечают, что мы начинаем более внимательно относиться к своим глазам. Ещё 10 лет назад большинство пациентов обращались в отделение фактически со слепотой, хотя и потерявшим зрение не отказывают с помощью. При обратимой слепоте зрения, когда пациент приезжает и не видит в результате того, что у него полностью помутневший хрусталик, тогда он просто прозревает после нашей операции, мы заменяем ему нужный хрусталик, и он начинает видеть уже в первый день после операции. То же самое можно сказать и по заболеваниям роговицы. Когда мы проводим операцию, после этого пациент уже первые 2 суток начинает видеть, хотя до этого у него было очень низкое зрение вводя движения руки. Конечно, в арсенале офтальмологов сегодня есть самые современные методики лечения, и за операционным столом врачи творят чудеса. Но наша задача не затягивать с походом к врачу при появлении малейших симптомов и не забывать про профилактические осмотры, а после 40 ежегодно в плановом порядке измерять внутриглазное давление. Наши глаза – это сложный механизм, который изнашивается с возраста. Если вы заметили снижение зрения, то, конечно же, нужно обязательно обратиться к врачу. Это может быть просто появление тумана перед глазом, которое может говорить о начале развития катаракты. Либо это может быть патология сетчатки, и тогда вы можете заметить искривление линий, появление пятна перед глазом, возможно, вспышки света в темноте. Это говорит о том, что повреждён, скорее всего, уже глубокие части глаза, и обязательно надо обратиться к врачу, провести первичный осмотр, а в дальнейшем доктор назначит обследование, диагностику сетчатки. Итак, берегите свои глаза. Помните, что при ранней диагностике заболевания врачи могут сохранить зрение даже без операции, а наш мир стоит того, чтобы видеть все его краски. Польза растительного масла очевидна. Поклонники здорового питания знают об этом. Растительное масло содержит ненасыщенные жирные кислоты, является основным источником жирорастворимых витаминов Е, Ф. Конечно, вкусы у всех разные, поэтому на кухне могут быть разные виды растительных масел. Какие виды содержат какие витамины, какие больше, какие меньше? Узнаем это с вами в рубрике «Жизнь с диабетом». Уважаемые друзья, сегодня мы поговорим с вами о пользе растительных масел для всех, а не только для людей с диабетом. Природа очень разнообразна и даёт нам очень много полезных продуктов питания, которые мы в настоящее время не полностью используем. Я рекомендую вам обратить внимание на пользу растительных масел, которые существует большой ассортимент, и каждая по-своему чем-то полезна. Льняное масло – отличный источник полиненасыщенных жирных кислот класса омега-3 и омега-6, которые наш организм не может вырабатывать самостоятельно. Повышает эластичность сосудов, снижает вязкость крови и уровень холестерина. Кунжутное масло обладает сильными антиоксидантными свойствами. Масло грецкого ореха нормализует работу щитовидной железы. Кедровое масло по количеству витаминов и минералов может заменить любое другое. Оно обладает выраженным лечебным действием, помогает в лечении от трахеитов, флорингитов и респираторных инфекций. А смесь кедрового масла с живицей позволит вам значительно ускорить метаболический процесс на клеточном уровне, что, конечно же, позволит повысить вам иммунитет. Специалисты рекомендуют употреблять растительное масло 1 чайная ложка в день, во время еды, либо до еды. Ну и традиционно защитите свою семью, предупредите диабет. На фоне вирусной инфекции наш организм ослабевает и очень часто присоединяется бактериальная инфекция. И вот здесь как раз уже будут нужны и антибиотики, которые должен назначить врач. Этот аппарат удобен тем, что в нём сочетается несколько физических факторов. Используется ультразвук, используется антисептик. Один из подвигов болевого плача – это плач призывный. Вот посмотрите на этого ребёночка. Он как бы призывает к себе маму. Плач очень высокий. Он кричит, он краснеет, он двигается ручками, он заражен. Проявление гнева у маленьких детей, они очень сильные. Он захватывает их полностью, не так, как у злосных людей. Этот плач, он очень важен. Гнев помогает ребёнку чувствовать, что не всё ещё потеряно. И так самый важный вопрос. Что же делать, когда ребёнок плачет? Однозначно нужно ребёнку устанавливать. Нужно приводить до каких-то критических состояний у ребёнка. И я выступаю против мужа Минаспок. Нужно делать то, что делает эта прекрасная мама Надежда. Нужно взять Егонка на руки. Нужно его признать своим сердцем. Нужно его немного покачивать, потому что он в утробе привык, что он в этой цели, как при фольфе, его покачивал. Поэтому, конечно, его успокаивает. Надо общаться с Романом. Он вызывает такие звонки, которые немного успокаиваются. Но он ведёт немножко хмелькой. И это говорит о том, что он чуть-чуть, вот ещё, состояние его не совсем хорошее. Хмелька не леет такой, ну да, он плачет немного печальнее. То есть у него не будет ни какой-то причины для плачи. Но он сейчас уже успокаивается. Немножко только маме говорит, что ещё не всё в порядке. И вот смотрите, как она его берёт. А сами-то, как вы думаете, мама, можно ли ребёнку пусть не плачет, или будем его брать на руки и успокаивать ребёнка? И правильно думать, что нужно брать и успокаивать ребёнка? Теперь вы знаете, какие основные виды плача существуют у новорождённого ребёнка. А в следующей программе мы покажем вам, какими навыками должен обладать ребёнок к концу периода новорождённости, к возрасту 1 месяц. На сегодня это всё. Мы встретимся с вами через неделю. Пишите нам письма, задавайте вопросы и темы, которые вас интересуют. Берегите себя. И помните, что жизнь и здоровье зависят в первую очередь от нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!